МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава озвучила ряд поручений, касающихся всех сфер жизнедеятельности региона. Так правительством республики будут введены новые меры поддержки. Семьям всех категорий военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО, будут выплачивать региональный материнский капитал, начиная с первого ребенка. Сейчас эта мера поддержки распространяется на семьи, в которых родился четвертый ребенок. После возвращения из зоны СВО и в случае желания открыть свое дело, военнослужащие могут воспользоваться поддержкой в рамках социального контракта за счет республиканских средств. Агрострахование с господдержкой становится гарантом от риска в сельском хозяйстве. Этот вопрос обсудили на семинаре-совещании в Донбайе. О преимуществах агрострахования узнала и Альбина Ламкова. Сельское хозяйство России, как и вся экономика страны, продолжает свою работу в непростых условиях. При этом природные бедствия по-прежнему губят урожай, что приводит к серьезным проблемам и в нашей республике. Решение агрострахования с господдержкой. Рекомендация развивать его была дана на выездном заседании Комитета Совета Федерации у нас в республике, которое состоялось два месяца назад с участием главы Корчаева Черкесии. Поставленная задача уже выполняется, отметил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов. Положительная динамика была представлена сейчас на специальном совместном совещании. Его провели Аграрный комитет Совета Федерации, Министерство сельского хозяйства России, Правительство республики и Национальный союз агростраховщиков при участии Банка России, агрария в Карачаево-Черкесии, Минселькоза Ставропольского края. Если мы раньше речь больше слышали «я не хочу и мне это не нужно страховаться», то мы уже слышим конкретные вопросы, как правильно это сделать, как построить свои отношения с страховой компанией, для того, чтобы избежать каких-либо серьезных барьеров, когда сельхозтоваропроизводитель получает выплату. Механизмы агрострахования успешно работают и пользуются поддержкой государства, отметил Корней Биждов. Национальный союз агростраховщиков рассчитывает, что формат прямого общения на семинаре положительно повлиял на отношение аграриев республики к агрострахованию. Уже успешно пользуются современными страховыми технологиями соседний Ставропольский край. Их опыт и инструменты агрострахования с господдержкой мотивируют и наших фермеров минимизировать потери, говорили на совещании. Я зимы и пшеницы все застраховал. Это большой плюс. Большая поддержка для простого фермера. Ну, 50%. На совещании подробно рассказали, как застраховать урожай малым предприятиям на случай его гибели в результате чрезвычайной ситуации. Привели в пример упрощенную доступную форму по стоимости. По ней выплата фермерам поступает в течение 7 дней. В случае страхования ЧАЭС, сельхозтоваропроизводителю, по сути дела, не нужно будет доказывать факт наступления страхового случая. Просто подтверждение факта. Была введена ситуация ЧАЭС. Чтобы процедура не обманула ожидания, договор по сельскохозяйственным рискам нужно заключать осмысленно, с пониманием того, какую именно страховую защиту приобретает хозяйство. Такой подход обеспечивает благоприятные условия для развития и процветания любимого дела. Альбина Ламкова, Олег Молхожев. Вести. Карачаево. Черкесия. Домбай. Впервые в Черкесске состоялся оригинальный фестиваль, приуроченный ко Дню молодёжи. Более 5000 человек стали частью мероприятия. Организаторы подготовили интересную культурно-развлекательную и спортивную программы. Подробнее Дарья Тендит. Главной площадкой проведения фестиваля молодёжи стал парк культуры и отдыха «Зелёный остров». Участие принимала вся молодёжь нашей республики в возрасте от 18 до 35 лет. Развитие творческого потенциала молодёжи, вовлечение в общественную жизнь, объединение людей разных интересов является целью молодёжного фестиваля. Это новый виток в истории молодёжной политики, поделился Амиран Зугов. Также он отметил, что этот праздник не только для молодёжи, но и для наставников, ведь они двигают молодое поколение в правильное русло. Будет, пожалуй, вся активная молодёжь Карачаева Черкесской республики. И в заключение этого вечера искренне желаю всем побывать, это увидеть. Организовываем огромное мероприятие, за что большое спасибо Министерству по делам молодёжи и всем партнёрским организациям. Различные станции встречали гостей фестиваля. Художественная выставка, пленер, фотосушка, книговорот, авто- и мотовыставка и многое другое. Каждая мог выбрать занятия по душе и провести время весело и беззаботно. А для тех, кто любит рисовать, организовали станцию пленер. На молодёжном фестивале на станции пленер каждый может нарисовать всё то, что он захочет, и оставить свой след на плакате. Для любителей автомобилей и мотоциклов организовали выставку, в которой были представлены как раритетные, так и современные виды транспорта. Всё это очень интересно для молодёжи. Ребята пришли на фестиваль в хорошем настроении, в планах у них посетить айти-викторину, открыть для себя что-то новое и, конечно же, познакомиться с теми, кто разделяет их интересы. А как вы вообще будете проводить День молодёжи? Хотелось бы, конечно, его провести достойно, и поэтому мы, в принципе, сюда и приехали. Хорошее мероприятие, всё обустроено с высшим классом. День молодёжи – один из самых ярких праздников лета. Организаторы подготовили мероприятие на высшем уровне. Поделился руководитель Ставропольского центра развития молодёжи «Кредо» Рустамбек Батчаев. Нам очень приятно, что в Крачао-Черкесии на нашей родной территории проводятся подобные мероприятия, очень масштабные, очень крутые, очень интересные. Вообще, Министерство молодёжной политики, я думаю, очень круто работает и очень хорошо, что оно появилось. И молодёжь Крачао-Черкесии, я думаю, получила новый импульс к развитию. Этот день для молодёжи станет самым запоминающимся, ведь молодое поколение получило массу эмоций, провело его весело и беззаботно. Всем удалось как следует отдохнуть и развлечься. На протяжении всего дня продолжались массовые гуляния. Завершился вечер праздничным галоконцертом. Дарья Тендит, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. В Карачаевске на центральной площади имени героя России Канамата Баташева прошёл общегородской выпускной бал для 135 выпускников общеобразовательных организаций округа. Виновников торжества поздравили представители мэрии города и отдела образования. Алихан Лепшоков подробнее. Торжество молодости, красоты, дружбы и верности. Выпускной вечер для этих молодых людей является самой значимой и знаменательной датой. Под бурные аплодисменты на центральную площадь Карачаевска вступили 135 выпускников из общеобразовательных учреждений Карачаевского городского округа. Для вас открывается целый мир и хочу я вам пожелать, чтобы каждый из вас достиг больших высот. С такими словами поздравил всех виновников торжества мэр Карачаевска Марат Урусов. На протяжении всех лет учебы с вами были родители и ваши учителя-наставники. Сегодня они смотрят на вас с большой надеждой, верят, что вы сумеете реализовать свой потенциал и добьетесь больших успехов в жизни. Пусть ваша самостоятельная жизнь будет насыщенной, плодотворной, а ваша энергия и талант послужат на благо нашему округу, нашей республике, нашей родине в целом. Отличившихся выпускников по разным показателям в годы учебы отметили различными наградами. В свою очередь, ребят поздравил и ректор Качагу, Таусултан Узденов. Он подчеркнул, что ребята сделали шаг во взрослую жизнь и для них открываются пути к новым знаниям и ярким впечатлениям. И вы гордитесь, где бы вы ни учились, где бы вы ни работали, гордитесь, что вы закончили школы Карачаевского городского округа. Может быть, кто-то после завершения учебы в других городах, в других странах вернетесь сюда и будете поднимать наш город. У нас в памяти останутся те яркие моменты обучения в школе. И сегодня мы выражаем благодарность нашим учителям за терпение и за то, что они в нас вложили столько знаний и любви, отметили выпускники. Я очень рад, что закончил школу, но буду скучать, конечно. В первую очередь хочу сказать большое спасибо родителям, учителям, одноклассникам, благодаря ним. Они вложили в меня большой вклад в построение моей личности. Сейчас атмосфера настолько наполнена положительными эмоциями, что они охватывают всех здесь людей. Я желаю своим друзьям, которые здесь, поменьше волноваться, радоваться и, конечно же, с удовольствием ждать, когда они также смогут побывать в роли выпускников, потому что это надо ощутить именно самому. Для всех выпускников с музыкальными номерами выступили известные артисты Карачаева Черкесии. Помимо этого поздравил ребят и известный певец из Кабардино-Балкарии Эльдар Жаникаев. Здесь карачаевцы и балкарцы Кабардино-Балкарии и, конечно же, Позади у вчерашних школьников беззаботное детство. Из сегодняшнего дня уначинается взрослая жизнь и впереди ребят ждут новые события и свершения. Али Хан Липшоков, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, В связи с празднованием Курман-Байран глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов объявил 28 июня нерабочим днем. Работа в этот день компенсируется предоставлением другого дня отдыха. Работа общественной палаты России должна способствовать решению актуальных проблем общества, считает заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии общественной палаты Российской Федерации по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов. Предлагаем вашему вниманию интервью наших коллег. А я с вами прощаюсь. С хорошего настроения и всего доброго. — Здравствуйте. — Хочется спросить на среднесрочную и краткосрочную перспективу, насколько поменяются или останутся те же приоритеты в работе и, самое главное, цели и задачи, которые вы ставите перед собой? — Я всегда об этом говорю, везде, на всех площадках. Является основным инструментом построения и развития гражданского общества. Знаете, такая, в общем, связка общества с властью. Через общественную палату мы передаем настроение людей, доводим их для исполнительной законодательной власти, говорим и обсуждаем в разных форматах то, что волнует людей по разным направлениям. Что касается нашей комиссии, которая занимается, собственно, развитием информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций, основную задачу я в прошлом составе видел для себя, для членов комиссии. Все профильные комиссии с этим соглашались. Надеюсь, и в этом составе нам удастся эту линию проводить. Самое главное — консолидировать наше информационное пространство, сообщество наших журналистов, чтобы мы двигались в одном направлении, защищали интересы нашей Родины, наш информационный суверенитет и безопасность. Если более подробно рассказать об этом, то это, конечно же, работа и в интернет-пространстве, и в соцсетях, и в традиционных СМИ. И, в общем, общими усилиями вместе с исполнительной и законодательной властью, с профильным комитетом Госдумы, который возглавляет наш коллега, депутат от Самары в Государственной Думе Александр Алексеевич Хейнштейн, собственно, и профильные комитеты, и Совет Федерации, мы все вместе продвигаем законодательные инициативы, которые помогали бы этой непростой работе, противостоянии, еще раз повторюсь, нашим недругам в эволюционном пространстве. Ну, нам за прошедший период удалось, спасибо огромное всем коллегам, принять законы, которые принуждают всех крупных иностранных IT-гигантов, работающих на территории Российской Федерации, работать именно по нашим законам. Есть целый ряд запретительных мер, которые ограничивают распространение информации, призывающие к насилию, пропагандирующие распространение наркотиков, детской и другой порнографии и так далее, и экстремистские материалы. Закон запрещает их распространение во всех средах, в том числе, в первую очередь, конечно, и в интернете. Долгие годы, собственно, владельцы крупных IT-площадок на это не обращают внимания. Ну, вот законы, приземляющие их и заставляющие работать в нашем законодательном поле, все-таки в последнее время охладили их этот пыл и раж, и они стали реагировать на эти запреты. Потому что, ну, во-первых, они несут там в случае нарушения крупные финансовые потери, достаточно большие штрафы. Опять же, там, да, штрафы выписывались, они не платились, теперь придуманы механизмы, заставляющие платить штрафы. Но, конечно же, не только запретительные должны быть меры. Я считаю, везде говорят, на всех площадках, и сейчас хочу об этом сказать, кроме запретительных мер, нужно создавать, конечно, свои ресурсы, совершенно верно. Даже не альтернативные, а опережающие эти ресурсы. У нас для этого есть все там, да, и материальная база, и, главное, человеческий ресурс. Замечательные у нас есть специалисты, айтишники, которые могут создавать эти платформы. И, как пример, приведу замечательный эффект, который получился от создания ВГТРК, платформа смотрим.ру. Она из года в год набирает обороты, увеличивается число пользователей. Ну, вот сегодня, по последним данным, там, среднесуточное посещение, там, уже за 40 миллионов платформу смотрим. Возможности есть, и специалисты есть, поэтому, параллельно с тем, что там, да, мы создаем некие заградительные законы, которые ограничивают негативную деятельность иностранных платформ, конечно, надо создавать и развивать свои платформы. Это все ежедневная работа больших структур федеральных, региональных. Но на уровне эмоций вас приятно поразило то, что при наличии такого количества инструментов влияния и манипулирования на общественное мнение у недорожественных России и стран, тем не менее, с момента СВО главные цели они не достигли. Я говорю сейчас о расколе общества, об атомизации, о массовых сомнениях каких-то, о том, что нас бы тормозило в развитии и заставляло бы вот ходить по кругу. Почему это не заработало? Я вам скажу, на самом деле, действительно, с начала проведения специальной операции, общество консолидировалось. И действительно, наши недруги думали, что произойдет некий раскол, там, недовольство, пытались раскачать, там, да, общественное сознание, направить в определенное русло. Но тут и, наверное, работа наших с вами коллег, журналистов сыграла значительную роль. Потому что, в первую очередь, конечно, наши военные корреспонденты, работающие вообще, героически, я считаю, там, да, их большое количество, мы их знаем, это наши коллеги, там, да, и Саша Сладков, и Жень Поддубный, и Коля Долгачев, ну, и многие другие, там, Андрей Руденко, Миша Андроник, там, ну, я не буду себя перечислять, пусть никто не обидится на меня, кого я, там, не упомянул. Мы все их знаем, и, конечно, огромное им спасибо. Они действительно несут слово «правда» из первых уст, то есть они очевидцы событий, уж они доказали, да, своя работа, что только им и можно верить. И вот такая работа, конечно, отдает свои плоды. И люди научились отделять, знаете, ложь от правды. — Следующий вопрос о роли региональных компаний как раз в этом большом процессе информационного противостояния, выстраивания неких правильных барьеров и в то же время показа аудитории, реальной картинки, реальной реальности, уж простите за тавтологию. Но, тем не менее, я все-таки продолжу эту тему, региональные компании здесь, на местах, а вот что мы можем сделать, помимо того, что мы, конечно же, показываем героев и семьи героев и волонтеров, это ведь все равно требует. — У нас как раз вот, да, вообще, ну, не надо отделять региональных и федеральных, еще раз говорю, там, да, у нас общая задача. Но люди, работающие в том или ином регионе, они ближе всего к реальной жизни, они ближе всего к этим семьям, там, да, тех, кто воюет, тех, кто, там, к сожалению, погиб, такое тоже, это война, там, понимаете, к сожалению, это происходит. Те, кто вернулся, там, да, может быть, там, не совсем здоровым, там, потеряв руку, ногу, как эти люди встраиваются, вписываются, да, в новой реальности, собственно, ведь многие из них, подлечившись, опять рвутся туда. Эти люди тоже говорят о многом-то, да, то есть люди не говорят, что я теперь не могу воевать, а наоборот, они вот хотят продолжать служение Родине, защите интересов и говорить об этом, рассказывать. Это наш с вами, особенно региональные журналисты, первая очередная задача, показывать, что действительно, там, да, ведь наш дух не сломит никому. В общем, понимание, это, в общем, великий российский народ, русский народ. Все мы разных национальностей, я человек не русский, я татарин, там, да, но все мы по своей культуре, мы русский, русский народ, единый русский народ. Вот, и тоже были попытки раскачать и эту сторону, да, нашей жизни, там, условно, вот на Кавказе русские воюют, а Кавказцы нет. Однако нет, там, чеченские батальоны, там, известные, там, Ахмат, там, да, формирование из Дагестана, Ингушетии, и Башкирии, Татарстана, Бурятия, Тыва, как раз вот они защищают интересы Великой России, понимая, что только-только вместе мы можем победить и развиваться. Вот об этом тоже надо рассказывать. — А впереди, сейчас это уже безотносительно всех процессов геополитических, больших, впереди, какие, на ваш взгляд, новые вызовы перед региональными, да и федеральными компаниями, перед новыми медиа? Я почему этот вопрос задаю? Вспоминая наши беседы 5-7 лет назад, помните, мы говорили, да, что он или уже пришел, или вот приходит новый зритель, там, с клиповым мышлением, с другими запросами на форматы, на желание в большей динамике поглощать, да, новости, разбираться в них, анализировать, когда плавное течение новостей, но оно немножко отходит на второй план. Мы готовы к этому? — Да нет, новости никогда не отойдут на второй план. Еще раз повторюсь, новости достоверные, новости, которым доверяет наш зритель, а мы его к этому потихонечку приучили, потому что говорим то, что реально происходит, говорим, доводим до зрителя и слушателя достоверную информацию. Цифры телесмотрения показывают о том, что зритель нам верит, доверяет. В данном случае я говорю про ГТРК «Самара», там, да, доля смотрения среднесуточная зашкаливает, да, за 25. Это огромная доля телесмотрения. Да, действительно были некие такие тревожные ожидания, что сейчас интернет победит все, телевидение потихоньку идет на второй план. Нет, этого не случилось, потому что, собственно, что такое там интернет-среда? Это новый способ распространения той же информации. Все равно наша с вами информация, там, да, она востребована в том или ином виде. Для новых медиа, для социальных сетей она должна быть, наверное, более динамичной, короткой, но все равно там эта информация интересна в том случае, если она не только текстовая, но и дополняется какой-то картинкой. Все равно зритель приучен к этому, да. Хочется видеть. Конечно, и нормальный человек, ведь там биологически доказано, что нормальный человек получает информацию, 80% информации именно через свое зрение. Зрительная картинка, там, да, никуда от этого не денешься. И, конечно же, у нас с вами, вот, на примере, опять же, ГТРК «Самара» и других наших филиалов, могу просто сказать и сказать огромное спасибо коллегам, происходит такая синергия. Мы с вами информационные потоки выбрасываем в разные среды одновременно, адаптируя их, собственно, и для соцсетей, и для сайта, и для радиовещания, и для телевидения. Смысл, в принципе, один, но способ подачи немножко отличается, потому что, ну, у этих всех средств свой зритель, свой потребитель. Скажем, там, соцсети и интернет, среда, сайт – это более молодежная, наверное, или более активная зрительская аудитория, люди из политики, из бизнеса, у которых, наверное, нет времени смотреть длинные форматы. Но, тем не менее, если формат или какая-то программа, она интересна, даже длинную будут смотреть, вот, уверяю вас там, да, и жизнь это подтверждает. Ну, и традиционный способ подачи информации – это наши телевизионные новости, это телевизионные программы, специальные у нас целый вообще такой пласт нашей работы, документальное кино на разные темы. Вот, мы когда-то, кстати, вот, хотелось бы вспомнить, и добрым словом, ушедшего в этом году из жизни Эдуарда Михайловича Сагалаева, президента института цитей радиовещателей, нашего большого товарища, моего друга по жизни, учителя, старшего товарища. Вот, мы в Самаре много лет назад, 2008 год, провели фестиваль «Герои нашего времени», и вот сегодня он очень актуален, потому что, действительно, время, оно рождает новых героев, о которых надо рассказывать. Это, конечно, в первую очередь люди, которые находятся на передовой, которые с оружием в руках защищают интересы нашей Родины, но это вместе с тем и люди, которые здесь, на земле, продолжают делать свое дело, помогать тем, кто там воюет. Это и врачи, это и педагоги, которые готовят молодежь, рассказывая им о нашей истории, о нашем сегодняшнем, заглядывая в будущее, это инженеры, которые там работают тоже для обороны, это люди, которые обеспечивают логистику, доставку. Финализируя, и уже подходя к, собственно, апогею нашей беседы, хочется верить, что эту беседу посмотрят во всех региональных компаниях, поэтому такой вопрос, Рифат Абдул-Агапович, какие все-таки вызовы вы видите на ближайшие, не только осень 2023 года, а, скажем, на ближайший год, к чему стоит точно быть готовым, какие ресурсы стоит точно мобилизовать, и что, может быть, на опережение стоит начать делать сегодня нам, нашим коллегам в разных регионах, чтобы совершенно эффективно показывать результаты труда и, самое главное, быть с нашей аудиторией, не терять с ней связь. Ну, у нас с вами действительно очень непростая миссия у всех, кто работает в средствах массовой информации, это создавать правильные смыслы, идеологемы и, в общем, создавать духоподъемное настроение. Это позитив или это вот что-то... Это правда, это правда, позитив, и, конечно же, основываясь на этой правде, вот я лично абсолютно уверен, что победа будет за нами, думаю, что у никого сомнений нет. Кто-то там рассказывает разные вещи, распространяет фейки, что у нас чего-то не хватает, того не хватает. Сегодня страна абсолютно мобилизовалась, и спасибо за это президенту нашему Владимиру Владимировичу Путину, который действительно сумел выстроить сегодня так систему и, еще раз, обеспечения армии, систему подготовки боевого резерва, в том числе, о чем вот вчера говорилось на Совете Безопасности, и систему поддержки и защиты семей военнослужащих, это очень важно. Огромный же, на самом деле, набор законодательных актов принят, который реально помогает людям, воюющим, честно выполнять свой долг, не думая о том, как семья без них. То, что социальные меры работают. Абсолютно верно, да. Это огромный пласт там, да, и освобождение от налогов, и от коммунальных платежей, и, конечно же, выплаты военнослужащих другого характера, да, и там первоочередное устройство детских садов, школы, там, вузы, ну, огромное количество законодательных актов принято с тем, чтобы, действительно, человек, воюющий там, не, у него не болела голова, а как же там тяжело семье без него. Семье без него, конечно, тяжело там, да, но дай Бог всем, чтобы тогда с победой вернулись и, в общем, продолжали строить мирную жизнь. Вот это самые главные вызовы, которые нам с вами, о которых надо постоянно рассказывать, говорить, ну, консолидировать общество. Это самое главное сегодня. Спасибо большое, что пришли в нашу телерадио интернет.